В общем смотри, у нас образуется клин, вначале стоят девчонки, потом его заканчивают мальчишки. Но мы с тобой стоим на авансцене с разных сторон. Ты что-то по движениям помнишь? Там и делай там все. Давай, ты сейчас просто армируешь. Смотри. И раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь. Только причем прикол в том, что это нужно сделать очень быстро. Смотри. Раз, два. Что, это все сет? Да, пофиг. Ну что? Я не знаю, давай попробуем людей пустить. Ну да. Давай это потом с преподавателями и людьми. Что насчет сцены? Там, поддержку какую-нибудь. Я не знаю. Или же кто-то... Мам! 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 Ну, как тебе? Сейчас посмотрим. Читайте. Добрый день, мы приветствуем вас в культурном блоге Белгородского Государственного Института Искусств и Культуры. Подходит. День добрый. Добрый день. Мы студенты Института Культуры. Меня зовут Даша. Меня зовут Влад. И мы представляем новый формат культурного блога. И с радостью объявляем новый сезон открытым. Мы с Дашей расскажем обо всех репетициях и мероприятиях нашего института, а также познакомимся с интересными студентами нашего вуза. Ура, культурный блог! 17 декабря мы побывали на показе фильма «Чарли и шоколадная фабрика», который организовал студенческий совет нашего института. Мы не только посмотрели фильм, но и смогли задать пару интересных вопросиков нашим студентам. Предлагаю перенестись в тот самый уютный вечер. Бессовестные люди! Да, ужас. Подделать билет. Надо же. Это же золотой билет. Ты только что нашел последний золотой билет в моем магазине. Слушай, никому его не отдавай. Неси его прямо домой. Ясно? Спасибо. Что ты можешь сказать о студенческом самоуправлении института? Это круто. Все. Ну, хочется сказать, что это объединение активных людей, которые просто за любой движ, за любую тусовку. И я очень счастлива, что мне посчастливилось уже на первом курсе попасть в студенческое самоуправление. Крутые ребята. Все понравилось. Устраивают замечательные мероприятия. Я могу сказать, что это самые творческие и самые общительные люди, которые постоянно устраивают мозговые штурмы, придумывают мероприятия. И вообще все очень-очень хорошие, все очень деятельные. Вообще, короче, классные, вообще классные. Тебе понравился фильм и почему? «Чарли. Шоколадная фабрика» – очень хороший фильм. Вот. Я смотрел его маленьким, и сейчас, когда я старый дед, я его тоже смотрю. Очень классный, вкусный, шоколадный фильм, да. Конечно, понравился. Это же один из самых лучших детских мультиков, фильмов. В принципе, «Чарли. Шоколадная фабрика» – это один из моих любимейших фильмов детства. Я помню, он даже когда-то был у меня на диске, и очень часто я под него засыпала ночью. Это было так приятно, мило и так сказочно. Да, естественно, понравился. Я смотрел его в детстве раз в шесть, это точно. Я когда-то пытался, когда был маленький, косплеить Вилли Вонку. Я надевал папин старый плащ кожаный, коричневый, и делал шляпу из картонки и красил ее. Каких мероприятий не хватает вам после пар репетиций? Очень сильно хочу в караоке. Сводите меня кто-нибудь в караоке. И там шаленая императрица! Вот. В январе будет караоке? Все, хорошо. В январе будет караоке, так что всего мне хватает. Вот. Это карантин, мне всех мероприятий не хватает, господи боже. После пар не хватает сна, а дальше можно что угодно. Сейчас в условиях коронавируса в принципе не хватает мероприятий, потому что очень многое запрещают. Но вот такие вечера, они действительно как-то красят нашу студенческую жизнь. Сложно ли организовывать подобные мероприятия для студентов вуза? На самом деле ничего сложного в этом нет. Единственное, что сейчас в наше непростое время, есть ограничения в количестве ребят, которых мы можем пригласить на наши вечера. И какие мероприятия вы планируете провести в ближайшее время, если возможно? Пока что до Нового года у нас уже не запланированы мероприятия, так как начинается в нашем институте сессия, и не хочется отрывать ребят от учебного процесса. Но в январе у нас планируется день самоуправления, караоке-битва, и также мы будем продолжать киновечера в нашем киноклубе. Мои любимые и самые дорогие студенты самого творческого вуза Белгородчины, да что там Белгородчины, всей страны, от всей души и всего моего сердечка, я поздравляю вас с наступающим Новым годом, и хочу пожелать вам всех самых главных достижений в творчестве, в учебе и, конечно же, в личной жизни. Ну и вообще, оставаться самыми позитивными, креативными ребятами, которые точно знают, чего хотят, и, конечно же, всего добьются. По-моему, это было очень уютно. Согласна, побольше бы таких вечеров. Спасибо студсовету института за то, что они стараются организовывать для нас приятное времяпровождение. Как же интересно наблюдать за реакцией студентов, которые видят нас в коридоре с камерой в руках. Точно, и они сразу такие, ой, а я сегодня выгляжу некрасиво, или же, а вопросы сложные будут. Но, несмотря на это, ребята с удовольствием отвечали на все наши вопросы, а самые интересные ответы мы сейчас вам покажем. Что вы ожидаете от 2021 года? Ну, естественно, я ожидаю новый учебный год и новые этапы в нашем обучении, и новые мероприятия, которые будут в дальнейшем. Я думаю, будет все плохо. Какой-нибудь придет новый вирус, нас всех закроют. Ну, желательно, хотелось бы, чтобы было все хорошо, но думаю, будет все плохо. Главное в 2021 году для всех нас – это здоровье наших родных и близких, верных друзей, подруг, спутников, классных мероприятий. И с Новым годом! Я хочу, чтобы закончился коронавирус и открыли все, что было закрыто. Я ожидаю от 2021 года, чтобы меня не очистили, и чтобы я сдал сессию, и чтобы я стал знаменитым барабанщиком. А моему преподавателю Андрею Викторовичу привет! Мама, привет! Я знаю, если ты меня смотришь, тебе тоже привет, и папа тоже привет. Я вас люблю. Сдать диплом. Это, в принципе, все, что мне нужно в этой жизни. Сдать диплом, чтобы все было хорошо. Иху, февраль! Что вы ожидаете от 2021 года? Все, кроме ротовирусной инфекции. После Оливье. Самое яркое воспоминание уходящего года, которое связывает тебя с институтом? Для меня это сразу первое появление в начале сентября, еще в конце августа, на подготовке к выступлению на 1 сентября на улице. Ну, наверное, то, что я в него поступил. Я учился в школе, и здесь очень хорошо, мне здесь все нравится. Классные ребята, хорошие учителя, все очень хорошо. Когда я ходила, бегала, хвосты сдавала. Самое яркое. Прям насыщенность. Есенины съемки Есенина на улице. Наш, наверное, выступление, этюды, посвящение. В общем, очень интересная и веселая творческая жизнь в институте. Скорее всего, это подготовка к 1 сентября с ансамблем «Визелица». Вот, очень запоминающаяся была. Есенин. Постановка нашей кафедры. Было прекрасно, классно. Мы ее сдали, наконец-то. Это лучшее, что произошло со мной в 2020. Это мне нужно сказать в последнем моменте. Наши репетиции, ну и подготовка к каким-нибудь нашим постановочкам. Наше посвящение, наши посиделки после пар, репетиции. Мой преподаватель, я его знаю с 2017 года, когда еще тут не учился. Андрей Викторович играл в группе «Рвана Баяна». Может, вы все ее знаете. Очень классная была группа. И вот сейчас он выступает на разных мероприятиях. Когда я смотрю на него, у меня сразу воспоминание с моим любимым институтом. Наверное, самый главный вопрос, самый интересующий. Крабовый или оливье? И почему? Сель под шубой, потому что я так люблю. Крабовый. Потому что есть крабовые палочки. Это вкусно. Я думаю оливье, потому что я давно его не пробовал. И специально до сих пор не покупаю, чтобы на Новый год объесться. А можно селедку под шубой? Ну, это как бы одинаково. Оливье и крабовый. Они идут одинаково. Ничего из этого я не люблю. Я выбираю кукурузные палочки. Я думаю, что крабовый салат. Потому что в детстве я его не любил, но совершенно недавно он мне очень понравился. Я пересмотрел свои взгляды. Оливье. Потому что это салат моего детства. И сразу ассоциируется Новый год с оливье. Блин, на самом деле я ни то, ни то не очень люблю, но больше люблю крабовый. Крабовый полезней. Оливье. Почему? По кочану. Что сделать, чтобы появилось новогоднее настроение? Сходить на елочку. На соборную. Очень, очень красиво. А еще наряжать наш институт. Но вы его до конца не украсили. Ну, потеряно, потрачено. Что поделать? Что ты так жалочка? Я думаю, что сначала нужно поставить елку, потому что елка это круто, елка это класс. Елка это Новый год. Также нужно слушать больше песен новогодних. Ну, как по мне, украсить дом, поставить елку, нарядить ее красиво. Там гирлянды, шарики, хлопушки и все такое. Нужно просто сказать себе новогоднее настроение. Появись, и оно появится. Пойти поплавать в речке. Ну, конечно, купить себе гирляндочек, всяких снеговиков и елочку обязательно в комнату. Ну, чтобы снежка немножечко высыпала и погода была хорошая. Я думаю, что стоит посмотреть пару советских новогодних фильмов и настроение обязательно появится. Если ты увидел себя, то скорее делай репост или же выставляй сториз с отметкой в ГИК. Тема, идея, сверхзадача. Именно эти слова крутились в голове у студентов первого курса во время подготовки к одному очень важному событию. 25 декабря в аудитории 1.29 состоялся первый творческий показ режиссерских этюдов у группы 11 РТП и П. Что вы можете рассказать о сегодняшнем показе? Показ был очень теплым. Все картины просматривались хорошо. Вся идея была ясна, понятна. Было тепло, хорошо, гармонично. Ребята справились на ура. Интересный, хороший показ. Ребята молодцы. Я знаю, что они к нему долго готовились. Они делали реквизит. В большей степени мне даже больше это понравилось, то, что он такой наполненный, эстетический был. То есть, в принципе, он красивый, все соблюдено эстетично, в едином лаконичном темпоритме. Как вы готовились к своему показу? Хочется сказать, что проделали большую работу для первого курса. Мы очень сильно волновались. Не спали. Когда спали, мы все равно не спали. Вот. Думали всегда о этюдах. Было очень сложно. Но, в принципе, мне кажется, мы справились. Ребята молодцы. Помогали за кулисами. Все быстро-быстро, знаете, все вот это вот кипиш и так далее. Что касается моего этюда, хочется сказать, что тему я поднял. Я понимаю, что поднял тему очень серьезную. Тему абортов. Конец был положительный. Что все-таки не нужно, не стоит делать аборты. Это плохо. И глазами именно мальчика, который как раз таки провел эту девочку, эту куклу, ясно было, видно, что, ну, как бы приближенно, что чувствуют дети, которые больше никогда не родятся. Вот. Тема, конечно же, очень щекотливая, очень серьезная. Что касается других этюдов, куча реквизитов, костюмы, декорации. Пилили все очень долго. И мне кажется, мне-то кажется, мы справились. Это творческий эксперимент по учебной программе, по дисциплине основы режиссуры. Мы решили сделать его вот в таком формате, в формате этюдов по картинам, где основной задачей было выстроить правильно мезансценирование, не углубляясь вот именно в театральную драматургию. Были простроены этюды по всем законам драматургии. И сама картина, которая была заявлена режиссерами, это была фундаментальная мезансцена. То есть наша задача была воспроизвести ее. Работа была очень сложная. Мы подняли очень высоко для самих себя планку. Я думаю, что ребята справились. Все-таки это первый курс, первые четыре месяца обучения. И выдать два показа за буквально две недели. У них не так давно состоялся показ по актерскому мастерству. И вот сегодня они сдали уже практическую часть зачета по основам режиссуры. Я думаю, мы справились. Что получилось у ребят лучше всего? Я не буду кого-то конкретно выделять. Я скажу, как я это люблю своим студентам говорить, о командной работе. Командная работа была прекрасна. Я считаю, что на этом этапе они сумели меня услышать. Они сделали все возможное, принимая участие в качестве исполнителей в этюдной работе. Они были также и работниками за кулисами. И техническое оснащение, свет, вот эти все спецэффекты. Я думаю, что вот именно командная работа как раз и удалась. Ни для кого не секрет, что в нашем ВУЗе учатся самые талантливые и активные студенты. Одним из таких студентов является Диана Костырева, финалистка проекта «Универвиденье. Авторы». Мой соведущий Влад задал Диане пару вопросов. И давайте посмотрим, что же ответила нам Диана. Расскажи о проекте, в котором ты участвовала. Это музыкальный проект «Универвиденье. Авторы» называется. Он проходил на Сахалине. По предварительному отбору музыкантов, авторов, исполнителей и саунд-продюсеров отобрали на этот проект, на полуфинал. И мы, соответственно, приехали туда, чтобы представить свои музыкальные композиции и написать еще парочку музыкальных произведений уже на проекте непосредственно. Так, хорошо. С кем ты работала? Я работала с очень крутым музыкантом. Честно говоря, я только ради него, наверное, туда приехала. Это Егор Сесарев. Я очень-очень довольна работой с ним. Это просто нереально позитивный человек. И мы сразу нашли к нам, чувствовали его друг друга. И все получилось. Передаем Егору привет. Егор, привет. Как ты решила все-таки подать заявку? Это случилось совершенно случайно. Я немного сомневалась перед этим, потому что мой материал все-таки был немного сероват на тот момент. Но в итоге просто в последний день я нажала кнопку «Отправить» и все. И больше не сомневалась в этом. Мы знаем о существовании твоего псевдонима. Расскажи, как он все-таки зародился? Диана Скайлокер из фильма «Звездных войн» «Скайлокер». Моя музыка, она на тему космоса и таких всяких мистических штук анало. И это как часть, вот этот псевдоним, как часть тематики. Ну и к тому же Скайлокер — это джедай. Я чувствую себя таким джедаем, который преодолевает все трудности в этой жизни. Расскажи немного о своих работах, которые ты представляла на проекте. Туда я поехала со своей авторской песней, которую буквально вот прямо перед проектом за 4 дня до этого мы записали со своими ребятами. Вот, соответственно, я исполнила ее там, прошла в финал с ней. И уже на проекте за 2 дня нам нужно было написать новый трек. С чем я исправилась? Так, перейдем к следующему вопросу. С чем нужно, с чего, точнее, нужно начать, чтобы написать песню за 48 часов? Я сама не знала, с чего нужно начать. Впервые вообще столкнулась с такой ситуацией. Но сейчас я понимаю, что первое, наверное, это поймать вот этот вайб, атмосферу. Понять, в какой стилистике и в каком настроении ты хочешь написать. Что это вообще должно быть, да? Вот, и потом так создается беточек, какой-то вот стиль, ты начинаешь понимать, ага, вот туда. И текст создается на эту же тематику, примерно. Вот, и дальше все там вот так идет. То есть ты попадаешь на одну волну, и у тебя все начинает получаться? Да, абсолютно. Расскажи нам немного о работе с Егором. Еще на прослушивании, когда я исполняла свою песню, он мне сказал о том, что это ему близко, вот эта стилистика, да, моей песни. Вот, и, соответственно, он взял меня к себе в команду. Затем, ну, коннект сразу же наладился. То есть это тот человек, которому ты можешь не говорить до конца, он уже тебя поймет с полуслова. И мы начали создавать с ним беточек. Ну, он с саунд-продюсером больше, вот в ту сторону, ну, музыкант тоже, конечно. И он очень помог с созданием, начальной концепции, вот прям зарождение этой песни, он очень себя помог. Вот, и в дальнейшем, конечно же, он очень поддерживал меня, подсказывал. Ну, это колоссальный опыт, конечно, я просто очень мечтала с ним поработать. Ну, мне кажется, твоя мечта сбылась. Да. Вы вместе зародили то самое зерно, ту суть, начало того трека. Да. Что за трек? Песня называется «Открой себя». Ну, так как сроки были ограничены, то есть я максимально просто быстро пыталась включиться, о чем можно написать. И как-то вот эта тематика, открыть себя, не знаю, почувствовать себя, довериться. Ну, вот это вот, мне захотелось об этом рассказать. Как тема песни, которую ты исполняла на данном проекте, связана с самим проектом? Эта песня, она больше связана со мной и, скажем, с отношением к этому проекту. То есть каждый раз, когда я еду на подобные мероприятия, ну, это реально масштабные конкурсы, вот. И я стараюсь максимально себя открыть и понять с какой-то, может быть, другой стороны. И вот мне захотелось об этом рассказать. Откройся, да, и почувствуй себя новым, может быть, вот так вот. И мне кажется, Егор тебя полностью поддержал в этом плане. Да, конечно. Он сразу тебя понял, и вы перешли к созданию данного трека. Да. Мне кажется, я не ошибусь, если от лица всего института скажу то, что мы гордимся, что нас учится такой креативный, творческий человечек, как ты. У меня есть к тебе небольшое предложение. Давай поделимся новогодним настроением с нами, с нашими зрителями. И ты сыграешь для нас песенку? Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Совсем недавно Институт искусств и культуры поздравил своих преподавателей и студентов с наступающим Новым Годом. А как это было? Смотрите сами. Девочки, есть мандраж перед концертом? Нет, пока нет. Что вы хотите пожелать подписчикам в ГИИ? Подписи дачной сессии. Ну да, самое главное сдать здоровья большого и хорошо отметить каникулы годы. А огромные стипендии? Денег по-моему огромные стипендии. Бабосик. Лена, хотим немножко у тебя вопросов позадавать. Хорошо. Ты сегодня ведешь концерт вместе со мной? Да. Вот, какие у тебя эмоции? Ну, во-первых, я волнуюсь. Такой опыт у меня впервые, ведение концерта, уже будучи сотрудником. С студенческие годы это одно, а сейчас это совсем другое. Она имеет в виду в пижаме. Да, в пижаме я веду концерт вообще впервые. А что ты хочешь? Все, мы начинаем. Артем, что ты хочешь пожелать всем в следующем году? И всем, причем всем художникам по свету и световикам в следующем году. Чего желаешь? Чтобы открыли наконец-то... Лампу. Да, лампу открыли нормально. Дедушка Мороз, Снегурочка, что вы пожелаете в новом 2021 году всем сотрудникам, преподавателям и студентам нашего прекрасного института? Ну, что пожелать? В первую очередь, конечно же, здоровья, творческих успехов. И дедушка очень много чего хотел сказать, я просто его перебиваю. Пусть вам в этом новом году сопутствует только удача, пусть у вас все получится, и давайте хоть в этом году начнем Новый год не с 3 января. Спасибо, Иван Иванович. Все, всем пока. Всем студентам мы желаем веселых новогодних каникул. И удачной сдачи сессии. До новых встреч. И с наступающим Новым годом! Субтитры создавал DimaTorzok